Добрый вечер Хакасия, добрый вечер юг Красноярского края, добрый вечер центр этой маленькой вселенной город Абакан. Сегодня четверг, если кто вдруг еще не понял, но это уже почти конец недели. Это информационный круглосуточный телеканал Абакан 24. Мы начинаем вечерний блок нашего вещания. В ближайшие полтора часа проведем вместе с вами на программе «Во время», которая всегда выходит в прямом эфире. Сегодня у нас будет такой большой медицинский день. Наш телефон 22-41-18. Хотите звоните, не хотите, не звоните. У нас сегодня замечательные гости. О, я бы даже сказал, наверное, это вот так. Как же это говорили в советские времена, что-то там про не конфликт поколения, я, наверное, преемственность поколений, да, вспомнил это слово под конец дня. Преемственность поколений у нас сегодня будет сравнительно молодой врач. Молодая была, уже не молода, но молодой относительно врач у нас сегодня, по крайней мере, в моей студии он сегодня впервые. И представитель, ну, ветеранского поколения, которого вы тоже очень хорошо знаете, его представлю чуть позже. А сейчас я познакомлю вас с врачом-терапевтом, с заведующим отделением, терапевтическим, естественно, отделением Усть-Абаканской районной больницы, Василием Кучменко. Добрый вечер, Василий Васильевич. Здравствуйте, Алексей. Василий Васильевич, вы доктор. Капитан очевидности сегодня. Вы доктор, а сами вы любите лечиться? Потому что есть же люди, которые любят лечиться. Ну, наверное, если вы стали врачом, вы любите лечить. А лечиться, если вдруг что, врач же не может не болеть, вы у кого лечитесь? Ну, знаете, есть поговорка «сапожник без сапог», и я живой тому доказательство. То есть вы вообще не болеете или болеете, и вас некому лечить? Я болею и лечу себя сам. Потому что проблемный пациент. Проблемный. Тогда перейдем сразу к нашим проблемным пациентам. Хочу сегодня поговорить о медицине. Ну, немного как о сфере услуг. Вы, врачи, оказываете услуги. Вы долго работали, как это называется, поликлиника, где люди приходят на прием? Все верно. Поликлиника. Вы работали вот в «Космосе», как у нас называется этот микрорайон «Космос». У вас были там хорошие отзывы, насколько известно, по нашему досье от местных жителей. Полюбились вы тамошнему населению, а потом ушли на повышение, как я понимаю, да? Ну, что-то в этом роде. Ну, карьера. Все правильно. Пока есть возможности, надо ловить момент. Так вот, поликлиника – это врач. В больших больницах он работает 8 часов. Как здесь вы сказали за кадром, у вас был рабочий день с утра до часу и потом на вызова. Но это все равно постоянный поток пациентов. Это, ну, я, например, с трудом себе представляю, потому что приходят люди на прием, как правило, ну, во-первых, они больные, это уже нервная система, ну, не очень хорошая. Они уставшие, они больные, они отсидели в очереди, они недовольны тем, что вы там что-то постоянно пишете и что у вас очень мало времени на их прием. Вы уделяете им мало, возможно, внимания на их взгляд. Как вы находили или находитесь с ними вот общий контакт, как врач-терапевт? Знаете, конкретного рецепта нет. Все люди абсолютно разные. Но я просто по-человечески смотрю на их проблему. А касательно вопроса времени, ну, он действительно стоит ребром. И стереотип о том, что 15 минут на одного человека не хватает, это... Вам 15 минут дается? Ну, получается, да, там идет по 15 минут на человека. Какой кошмар. Я родиться не успею. Не, ну, зимой. Это правда. 15 минут на самом деле адекватно, если оценивать ситуацию, то не хватает. А психоэмоциональная нагрузка, как с ней-то быть? Это у вас в час получается 4 пациента, за день, если до часу это 5, да, получается, часов. Это уже 20 человек, которому надо точно, как правило, диагноз поставить. А потом еще работа на вызовах. Неизвестно, насколько адекватно вас принимают в квартирах. Ну, давайте начнем с того, что с случаями агрессии выраженной, да, очевидной, и неадекватности я встречался крайне редко. Ну, какие ваши годы? Еще все впереди, не дай бог. Ну, 7 лет стажа все-таки, как-никак. Так, вторую часть вопроса напомните. Психоэмоциональная нагрузка. Психоэмоциональная нагрузка. Во-первых, все познается в сравнении. Вот во времена волн ковида, да, то есть когда вот была первая, вторая, третья волна, у нас в отделении на Герцена еще открывали кабинет по приему температурящих больных с признаками ОРЗ и ОРВИ. И тогда я вызвался тоже подработать, и работал, получается, с 8 до 2 в субботу. Я ввел прием температурящих больных. И тогда за вот эти, получается, с 8 до 2, сколько это получается? 8 часов. Нет, это 6 часов работы. Мы приняли с медсестрами 70 человек. И вот по сравнению с этим 20 человек за 5 часов приема кажется не такой же большой. Ну, эти 70 вы уже знали примерно, так, все, что там, орбидол, да, орбидол, пейте, поможет, не поможет. Ну, вы так говорите, как будто на чьи письма все назначали, нет, старался как-то больше внимания уделять. Ну, у вас же уже есть схемы лечения все равно. Ну, безусловно. Что касательно работы на участке именно непосредственно, то туда же обращаются люди с разными проблемами. И зачастую там были случаи, например, выписки льготных препаратов. А их нет в Африке. Или Минздрав не проехал торги. Такое тоже бывало, но препараты в итоге получались. Ну, я к тому, что все равно как-то ты быстрее находишь то, чего хочет пациент. Связываешь это с тем, что можно сделать и что нужно делать. И как-то вот пытаешься. Ну, вот за 15 минут нужно успеть. Как-то умудрялся. А насколько это получается точный диагноз, который вот вы, врач-херопевт, это врач первичного звена? Получается, за 15 минут вы сможете поставить точный диагноз? Слушайте, у меня чувство, как будто я сейчас на экзамене сижу. Конечно. Точный, предварительный диагноз мы можем поставить. Безусловно. Дальше мы отправляем пациента уже на дообследование. Если дообследование помогает нам уточнить диагноз, и если при этом требуется консультация узкого специалиста, мы записываем пациента на консультацию узкого специалиста. Вот так. Вернусь к нервам и психоэмоциональной нагрузке. Это поэтому есть стойкое убеждение, что врачи – выпивохи? И сейчас все мои знакомые скажут «да». Нет, конечно, это неправда. Расслабляются все люди по-разному. Ну, хирурги, говорят, очень даже пьют после операций. Ну, я не смотрю. Вы не хирург. Я не хирург. Вы говорите, я не хирург. Ну, и это тоже. Как бы вам правильно объяснить? Но стресс как снимаете? Все равно же это негатив, он накапливается. Вас интересует то, как я снимаю стресс? Да. Слушайте, помимо того, что я абсолютно не дурак выпить, я очень люблю хорошее вино. Ну, давайте оговоримся для Роспотребнадзора специально это монопольная служба. И не пропаганда. И не употребление алкоголя в минусных количествах, да? Точно так же, как и табака. Все, сказали. Все, ладно, молчу. Нет, нет, а теперь говорите. Вот. У меня, помимо всего прочего, есть большое количество хобби. Я занимаюсь творчеством, да. Я рисую, пишу музыку на фортепиано, пою. Есть чем заняться после работы. Так, почему я об этом только сейчас узнаю. К вам вопрос, Алексей. Вы говорили, что вы про меня осведомлены. Да, но не настолько, видимо. Очень интересно. Хорошо, в следующий раз пригласим вас как поэта, музыканта и художника. Ну, а с коллегами, вот хобби, да, увлечение. Коллеги тогда на вас как-то скажут. Пойдем лучше в бар, а вы не, я пойду музыку писать. Слушайте, все зависит от настроения и от психоэмоциональной нагрузки в том числе. Иногда хочется не заниматься ни творчеством, ни пением, ни игрой на фортепиано, а действительно пойти в бар. Но случается это нечасто. Просто после 8-часового рабочего дня мне сложно предоставить, что у вас остаются силы еще на творчество. Ну, они остаются. Все индивидуально. А почему вы решили выбрать профессию именно терапевта? Терапевт, ну, терапевт, первичное звено, я не знаю, он вот, есть какой-то ранг медицинских профессий? Видимо, в моей вселенной его нет. Но я никогда не недооцениваю работу своих коллег-узских специалистов. Я прекрасно понимаю, что я знать все на свете не могу. Ну, безусловно, никто не может. И часто были такие случаи, когда я кому-то из коллег вижу, что ситуация как-то выходит из-под контроля, что я не справляюсь, что я в чем-то путаюсь, теряюсь. Я не гнушаюсь, не стесняюсь позвонить кому-то из своих коллег-узских специалистов, сказать, помоги, подскажи. Ситуация такая. И я считаю, что в этом постыдного и плохого нет абсолютно ничего. Нуждаться в помощи, это нормально. Насколько часто в вашей медицинской практике, 7 лет этого уже много, встречались пациенты, но которые были, скажем так, недовольны тем лечением, которое вы им оказывали? Повисите немного на линии, давайте вы ответите на этот вопрос. Слушайте, ну, было это не часто. Но есть такие случаи, да? Но я их решил не запоминать. Но это по вашей вине или все-таки вот есть недопонимание между специалистом и пациентом? А я, знаете, я конкретного случая даже не помню. Я помню, что они были. Просто есть такая фраза, да, что у каждого врача есть свое кладбище, вольное и невольное. Ну, потому что такова жизнь. Слушайте, ну, кладбище это образуется из разных пациентов. И вот припомнить случай конкретной фатальной ошибки с моей стороны. Нет, если бы ошибки и были вот такие фатальные, вы бы наверняка уже не работали доктором. Ну, вот я о том же. Это ответственность сильно большая. Кстати, вот как с этой... Ой, нет, я бы не взял на себя. Сейчас мы послушаем, что нам скажет зритель, а потом вернемся к вашей ответственности. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Иванович. Хочу задать господину доктору. Здравствуйте. Такой вопрос. Вы еще очень молодой человек. Вы планируете или окончательно не специализироваться, допустим, на какой-то другой специальности? Терапевт, он ведь при желании может быть и невропатологом, и гинекологом, и так далее. В общем, немножко переучиться. Расширять кругозор, скажем так, профессиональный. Вопрос понят. Спасибо, Маргарита Юрьевна. Так, да, спасибо. Вопрос понят, но не расширять кругозор, в том случае, наоборот, его сузить и сконцентрировать. Я бы так. А, да, узкая специализация, да, спасибо, что позвонили. Не совсем, тоже правильно зритель у нас сформулировал, скажем так, примеры, потому что, например, будучи терапевтом, нельзя стать неврологом, на него отдельно учатся. Специализацию отдельно проходят, гинекологом тоже нельзя стать. Насколько я знаю, можно стать пульмонологом, можно стать кардиологом, к примеру, пройдя первичное обучение в течение четырех месяцев. Если ничего не изменилось сейчас система образования. Однако, я решил развивать себя немного не в эту сторону, я вот решил идти по карьерной лестнице. Будучи терапевтом, я, например, решил стать заведующим отделения. Если будет возможность, скажем так, перейти на какую-то должность получше, и я буду, скажем так, годиться для этого. Так, у нас в студии сегодня карьерист Василий Васильевич. Ну, я клиническую деятельность не забрасываю, поэтому нет. А это же лишняя головная боль, лишняя ответственность, ну, терапевтическое отделение. Так вот, можно вот грубовато немного выражить, есть такое стойкое определение, сумасшедшие пациенты, ну, встречаются. Так он у вас один за сутки, может быть, или за неделю всего один, если вы вот просто участковый врач или там просто врач-терапевт. А когда вы в зав. отделение, к вам же эти жалобы постоянно, еще там всякие хозяйственные вопросы, не знаю, там обеспечение, наверное, медикаментами вынивают в своем отделении. Опять же, скандалы между нянечками и медсестрами. Нет такого нет. Да, прям нет. Лежал я в ваших больницах, эгэгэй там как бывает. Ну, я не знаю конкретных примеров скандалов с медперсоналом. С пациентами бывали ситуации не самые приятные, и на жалобу приходилось отвечать, но сил мне всегда хватало на то, чтобы подходить к таким вопросам с холодной головой. Вы удивитесь, каким иногда убедительным может быть доктор даже с самыми скандальными пациентами. Да? А чем вы берете их? Импровизация. 22-41-18 наш телефон. Помогайте мне задавать Василию Васильевичу вопросы. Василий Васильевич, а в Минздрав сразу почему нет? Там же апгрейд был министерства не так давно. Апгрейд в каком плане? Ну, когда министры менялись и команда так немножко менялась. Никто не звал, начнем с этого. А что надо, как себя проявить, чтобы вот пойти по карьерной лестнице? Если честно, я вот сказать не могу, что конкретно для этого нужно делать. Ну, как вы стали завотделением? Я не знаю, я просто работал и старался выполнять свою работу хорошо. Сколько у вас пациентов там лечится в среднем обычно? Сейчас у меня отделение в среднем на 20 коек. 20 коек на одном этаже. Подождите. Да. Плюс еще на этаже выше у нас еще 10 коек. Ну вот. То есть в общей сложности у нас 30 коек в отделении. И вот я вернусь к нашему разговору за кадром. Я вот понимаю, чем врач-терапевт занимается на приеме, да? Это первичная там осмотр, либо в аптеку отправляет грипп лечить или прочее там какое-нибудь ОРВИ, либо к узкому специалисту, чтобы уже конкретный диагноз поставить и установить. А в терапии же вот лежат там и неделями бывают, и не одну неделю. Конечно. А почему сразу-то не отправить к узкому специалисту? Зачем это терапевтическое отделение, если это первичное тоже звено? Вы немного заблуждаетесь. Да, вот просмотрите меня. Первичным отделением терапевтическое отделение именно в стационаре. Да, да. Назвать сложно, если в принципе возможно. Нет, невозможно. Там лечатся пациенты согласно своего профиля. То есть, ну хорошо, ишемическую болезнь сердца, пароксизм и фибрилляции, хроническую сердечную недостаточность мы, предположим, отправим в кардиологию. Анимею где лечить будем? Кого? Анимею. Это малокровие? В простонародье называют так. Лечится в терапии. Если это аниме неуточненного генеза. Или, к примеру... Без диагноза, да? Что значит без диагноза? Ну, вы говорите неуточненного... Неуточненного генеза. Это формулировка. Ну, она подразумевает что? Неуточненный генеза? Ну, что анимея, это всегда история вторичная. Что она является следствием чего-то. Вот так. И, ну, давайте мы сейчас... Секлекция по анимеям, да? Ну, нет, ну, это один из примеров. А я вам потом заказом расскажу, будет реклама, почему я так заинтересовался. И это тоже там лечится. Да. К примеру, например, или диабет. Тоже терапия? Конечно. То есть... Но диабет же неизлечимое заболевание. Неизлечимое. Но мы не говорим про то, что человек должен лежать с диабетом всю жизнь. Но бывают же пациенты, например, у которых осложняется хроническое заболевание. И чтобы это не привело ни к каким фатальным, опять же, последствиям, пациента госпитализируют. То есть терапия, отделение в стационаре терапевтическое, это своеобразная скорая помощь? Не сказал бы. Пациенты некоторые госпитализируются и в плановом порядке. То есть некоторым пациентам, хроникам, да, пациентам с хроническими заболеваниями, требуется и плановая госпитализация. Ну, грубо говоря, для поддержания и для планового лечения хронического заболевания, дабы предотвратить осложнение. А вот смотрите, вы, Коля, уже 7 лет у вас здесь, только стаж, значит, вы проработали и пандемию. И когда был отказ в плановой госпитализации, в том числе в Усть-Абаканской больнице тоже было все занято. Усть-Абакан был, да, под ковид его. На своей практике вы ощутили, вы угощаетесь кофе, я специально долго говорю, чтобы вы успели выпить кофе. Ощутили ли вы на своей практике, что вот отказ от плановой госпитализации больных, он как-то сказался на здоровье людей. И еще неизвестно, от чего люди больше пострадали, от ковида или от тех заболеваний, которые у них были, и от которых они не получили своевременного лечения. Все равно же вы в своей медицинской среде это наверняка обсуждаете. Да, и в принципе здесь тайны ни для кого не будет, что плановую госпитализацию, когда временно приостановили, добра для хронических больных это никакого не принесло, не сулило. При том, при всем простые отделения, например, я же дежурил в Абаканском мержареонной клинической больнице, как врач-дежурант подрабатывал. Я вас там видел, у вас другая причетка была. Ой, я их уже поменял очень много. И когда ты видишь, что пациент, например, хронически больной, поступает уже не планово, а он уже поступает экстренно по скорой помощи. И поступает... Со своими теми болячками, да? Да, только в более затяжелевшем, грубо говоря, состоянии, декомпенсированной. Вот, уже остро нуждающиеся в госпитализации неплановой. Таких больных становилось все больше и больше с течением пандемии. Ведь, насколько я знаю, сколько у нас пандемия длилась? Два года. Два года. За два года ведь толком, получается, за все два года толком не начинала работать плановая госпитализация. Урывками, периодами. Периодами, да, но очень короткими периодами. Потому что у нас между волнами ковида проходило сколько там, два-три месяца, и сейчас, к сожалению, даже не вспомню конкретно сколько. Тогда, насколько была оправдана эта ковидная госпитализация? Ведь люди, ну, понятно, те, которые тяжелые, их к аппарату искусственного дыхания и прочее, прочее, но ведь таких было меньшинство все-таки. Да. А отделения все были заняты ковидниками. Может быть, это была лишняя перестраховка? Не совсем, соглашусь, точнее, даже совсем не соглашусь, потому что если мы положим пациента больного коронавирусной инфекцией в палату к другим людям, которые не болеют, но болеют другими хроническими заболеваниями, можем, грубо говоря, заразить их. А ковид, ну, грубо говоря, простым языком, да, это заболевание, которое, симптомы у него респираторные, а в плане осложнений последствий он бьет там, где тонко, грубо говоря. Вот представьте себе, что будет с этими хроническими больными, если к ним положить ковидную. Василий Васильевич, но давайте не будем лукавить, не все наши больницы, особенно старые, приспособлены были вот для того, чтобы там были какие-то стерильные боксы и все прочее. В основном наши, господи, да простите меня, Минздрав, вы все равно ко мне не приходите, чиновники из Минздрава, не знаю уж почему, с тех пор, как сменился министр. Ну, не важно, стерпится, слюбится. А вот особенно старых, вся эта вот, как называется, санитарная зона ограничивалась прыскалками и полиэтиленовыми пленками, из которых делают в народе теплицы. Вот и вся была граница между заразным отделением и незаразным отделением. Не везде было так. Ну, не везде, но так было. А во-вторых, знаете, я не могу нести ответственность за какие-то решения нашего министерства. Если, не только министерство, я, конечно, извиняюсь за наше руководство свыше в целом. Вы много-то не говорите, а то не пойдете по карьерной лестнице. Вот мне тоже такая жизнь. Если что, это я провокатор, уважаемый Миндрак. Да, я не могу вам точно за это ничего сказать, никак на этот вопрос точно ответить не могу. Но если наше вышестоящее руководство посчитали, что таких мер будет достаточно, значит, их достаточно. Помимо всего прочего же у нас были и другие меры. Ну, знаете, к чему я этот разговор вот сейчас завел? К тому, что сверху, даже не у нас на уровне, из федерального, там, выше-выше-выше спускаются вот такие-то нормативы, такие-то требования. Мы их здесь выполняем, но их эффективность, ну, не всегда, как это сказать, стопроцентно применительно к местным условиям. Потому что одно дело, там, в Москве можно это обеспечить, да, в тех клиниках. И другое дело, это где-нибудь, ну, не знаю, в Берюк-Челе, где общий туалет, но отделения раздельные. Ну, условно я, конечно же, говорю. Ну, я понимаю, ну, что я могу вам сказать, мы-то имеем, что имеем, поэтому, в конце концов, уже, поначалу, мне кажется, больше вот такой был переполон. Поначалу вообще мы все-все боялись. Да, потому что, потому что никто не знал, что делать, и все вот и работали в таком вот авральном режиме. Затем же у нас уже не то, что отделение полиэтиленом закрывали, у нас же была закрыта и Республиканская клиническая больница, она была полностью отдана под ковид. У нас и Устебаканская районная больница, опять же, была полностью отдана под ковид. Не то, что там были вот эти вот... У нас очень досталось городской, нашей межрайонной, или как называется, больнице. Абаканская межрайонная клиническая больница, да, поток больных... Вот они работяги там были. ...был бешеный. Ну, потому что я сам там дежурил в приемном отделении, я могу вам сказать, да, действительно, поток простых вот нековидных соматических больных, он был сумасшедший. К сожалению, сейчас я там не работаю, сказать не могу, как там все было, но действительно. Ну, знаете, мне кажется, в периоды именно пандемии все медработники, вот скажем так, получили нагрузку большую очень. И связано это не только с массовой истерией, не стоит недооценивать такое заболевание, как коронавирусная инфекция все-таки. Вы сами болели им сколько раз? Два. Ну, это те, которые вы точно знаете, да? Которые точно знаю. А которые бессимптомно? Я не стал проверять. Ну, это мы уже все так. Хорошо, давайте закончим с этим коронавирусом. Я вижу, что вам не очень приятно это вспоминать. Ну, воспоминания не самые приятные. Да. А, кстати, ну вас же хорошо поддержали. В плане? В плане финансов. Ну, докторам повышенные выплаты нет? Ну... Медицинским работникам вообще всем. Вы имеете в виду в ковидные времена? Да, в ковидные времена. Я думаю, что это... Ну, хоть немного это помогло, стимулировало, нервы снижало. Да, нервы не снижало. Ну, представьте себе, представьте, принять за 6 часов 70 человек, 63 из которых потом плюсовый ПЦР. И вероятность того, что ты заболеешь и уйдешь на больничный, потом возрастает до небес. На больничных я сидеть, например, не очень люблю. Ну, как? Это большое время для творчества. Не люблю я сидеть без дела. Я не самый усидчивый человек по натуре своей. Да, я посижу 15 минут, порисую. Дальше мне нужно бежать и что-то делать. Холерик. Правильно я назвал? Я по психотипу абсолютно не холерик. А вот я просто именно подвижный и стараюсь что-то делать всегда и быть чем-то занятым. Хорошо. Теперь перейдем к вам, к вашим функциям как чиновник. Вот у нас... Я не чиновник. Если заведующий отделением, то уже чиновник. Ну, будущий чиновник. У нас большая проблема в больницах. Это очереди, это палаты. У вас, кстати, современная, я в Устебакане не был, не знаю, современная больница. Там же что-то вам строили вроде. Да, да. Я очень был удивлен, когда первый раз зашел там и увидел, как там все сделали. То есть ваше отделение сейчас там современное? На мой взгляд, да. Палаты на сколько человек? Три, четыре, пятеро максимум. Боже мой, четыре это уже много, согласитесь. Ну, да. Для людей, которые больные, которые каждый сам себе по характеру... Я две-то койки рядом не могу вынести, или одну даже. А тут четыре человека в одной палате, это сложно. Так вот, вопрос как к чиновнику. У нас проблема с очередями, у нас проблема нехватки мест. У вас есть нехватка мест в больнице? Периодически такое случается. Вот. Что вы, как доктор, не знаю, достучаться там до небес можете? Как решить эту проблему, чтобы люди меньше сидели в очередях? Только не надо понаре, что надо строить новое здание. Чтобы палаты были комфортные. Ну, желательно, на двоих хотя бы человек. Ну, знаете, я думаю, что с таким вопросом лучше все-таки обращаться непосредственно к нашим руководителям. Ну, вы же их тоже должны долбить. Главврачам. Ну, у меня повода, моего руководителя, долбить. У меня его нет. Конкретно на моем этаже у меня палаты максимум на три человека. То есть у нас есть другие отделения, да, хирургическое, например, на пятеро человек. У меня в отделении в палате максимум три человека. В каждой палате есть ванная и туалет. В каждой палате? В каждой палате. И я считаю, что это... Бедная Баканская городская больница. Я не хочу в укоро-то сказать никакой другой больницы, но я считаю, что в данном ключе и от руководителя в том числе многое зависит. Уж не знаю конкретно от чего, да, вот, то есть я не погружался никогда во все вот эти формальности и подробности финансовые. Но я считаю, что от руководителя много что зависит. Вот так. Понятно. В том числе. Ну, а как одна из... Вы имеете в виду, про очереди хотите спросить? Ну, я про них и спросил, но вы не ответили. Да, я ушел от темы. Вот. Что касательно очередей в поликлиниках. Очередей в поликлиниках. Ну, знаете, вот когда я работал в поликлинике на Герцена, да, у нас там было шесть участков. И... Нет, когда я начинал там работать, у нас там было четыре участка. У нас там было четыре участка. И они были полностью укомплектованы и врачом, и медсестрой. И, знаете, сумасшедших очередей там не было. Когда у нас появилось, присоединили к нам еще два участка, потому что разукрупнили же участки по Абакану потом, добавили к нам еще два участка. Причем два участка с другой территории Абакана. Как вам объяснить? А сотрудников не дали при этом? Да, появились очереди. И логично будет предположить, что если был бы решен вопрос с кадровым дефицитом, то тогда бы и вопрос с очередями тоже решил бы сам себя. Слушайте, ну, профессия врача достаточно престижна. Почему вот есть этот кадровый дефицит? Потому что в Хакасии не хотят оставаться работать? Потому что это такой аппендикс на теле страны, что, ну... Грубовато сказать аппендикс. Для хирурга сама то. Нет, ну, аппендикс в плане того, что транссиб проходит где-то там. Мы все равно, вот как в отдалении, транспортная схема не очень удобна и приятна. И молодежи тут чем заняться? Ну, вы вот пишите музыку. Остальные спиваются. Это вопрос. Господи, прости. Вот очереди можно сократить, если наше население чуть-чуть хотя бы задумается о том, ну, о своем здоровье. Вот не о том, чтобы жить без болезней, а о том, чтобы умирать здоровыми. Но все мы все равно же умрем, как сказал Владимир Владимирович. Кто-то от того-то, а кто-то от водки. Так вот, как нам умирать-то здоровыми все-таки? И лет 120. Какая большая нагрузка на Пенсионный фонд России? Как бы вам сказать? Это вообще возможно? Я считаю, что нет. Факторов великое множество. Ну, спасибо. Я-то думал, вот вы и обнадежите. Нет, не обнадежу. Я вам скажу суровую правду в жизни. Да я сомневаюсь, что абсолютно есть здоровые люди. Есть недообследованные. Да, конечно, я знаю, к вам только попади и начнут искать, искать, искать. Найдут то, о чем ты никогда и не думал. И вы замечали, что все хронические заболевания обычно зачастую являются случайной находкой. На той же диспансеризации очень часто впервые выявляется в сахарной гибели. Если она проводится неформально. Бывает же, что и формально. А как она может проводиться формально? Если для того, чтобы пройти человеку диспансеризацию, нужно как минимум сдать анализы. А людям постарше и кардиограмму сделать. Кстати, сегодня же всемирный день борьбы со СПИДом, ВИЧ-инфекцией. Люди, сдавайте тесты на ВИЧ-инфекцию. Люди, в рамках диспансеризации вы можете проходить ее ежегодно. И диспансеризация для людей от 18 лет, вообще любого возраста, включает в себя тест на ВИЧ-инфекцию. Поэтому... Ну это так, к слову я сказал. Но все-таки тогда хорошо термин такой общий принцип. Но тогда, чтобы сохранить качество своей жизни в те годы, когда уже у тебя будет такое здоровье, нехорошее. Как сделать это же? Ну, все равно возможно, наверное. Хоть, как я понимаю, вы великий пессимист в этом плане. Кто сказал, что я великий пессимист? Да вы только что сказали, здоровые они умирают. Я скорее реалист, нежели пессимист. Да, хронические заболевания. Дальность ужасна, поэтому охота фантазий. Ну извините, перебил. Я думаю, что даже имея хронические заболевания, можно жить качественно. Главное, своевременно и по делу обращаться к специалистам. И я считаю, что нельзя складывать полностью заботу о своем здоровье исключительно на доктора. В первую очередь проблемы со своим здоровьем, но если вы здравомыслящий человек, должны видеть в первую очередь вы сами. И не запускать это. Ведь у нас, к сожалению, вот не знаю, насколько корректно это будет звучать, очень сильно в нашем менталитете людей отложился именно вот это советское... Ну потерпим. Ну мы же перетерпим. Потому что идти в больницу это настоящая головная боль, это очереди, это биться за какой-нибудь талончик, как в регистратуре, да? Еще чего-то, это такие нервы, туда придешь здоровым, выйдешь больным. Ну это устойчивое мнение людей. Ну это устойчивое мнение, уже которое давно стереотипировано. Не обязательно идти к регистратуре и ругаться там с бабушками. Можно и позвонить в колд-центр, а можно зайти и в госуслуги, которые сейчас работают гораздо стабильнее. И записаться к врачу. Да, возможно это будет не экстренно, но для экстренного приема у нас есть другие доктора, дежурные. А для планового приема у вас вот, пожалуйста, есть запись. Если бы все у нас работало так, как положено, я думаю, что этих очередей тоже было бы гораздо меньше. Мы жили бы совершенно в другой стране, если бы у нас все работало как положено. Но мы сегодня не о политике. Да почему же? Можно и о ней поговорить. Слушайте, а вы смотрите эти многочисленные программы про здоровье, которые настолько... У нас, наверное, население, которое больше всего любит на свете лечиться, судя по этим программам. Нет, я их не смотрю. Почему? Мне неинтересно. А их стоит смотреть населению все-таки? А что в них показывают-то? Вы про программы Елены Малышевой? И не только. На России есть, на ТВ-центре. Да сейчас на любом уважающем канале. У нас есть. Вы сегодня, значит, вот и медицинская программа. Мы не медицинская программа. Я не думаю, что будет с моей стороны этично обсуждать своих коллег, которые по совместительству являются и телеведущими. Шоуменами. Ну и шоуменами. Но это медицина или шоу? Когда как. Когда как. Знаете, я считаю, что все-таки врач, он должен быть врачом в рамках лечебного учреждения. А если это какая-то информация, поданная людям вне, будь это запрещенная социальная сеть с картинками, либо телевидение, либо YouTube, я считаю, что это должна быть сугубо ознакомительной информацией, а никакого лечения там назначаться не должно. И рекомендоваться в том числе. Поэтому у каждого должен быть свой семейный доктор, к которому мы все идем-идем со времен Бориса Николаевича Ельцина. Прийти не можем, у нас есть звонок, давайте его в заключение послушаем. Добрый вечер. А, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, Анатолий Петрович, я хотел бы простой вопрос задать. Как относится ваш оппонент к рекламе про лекарства? И не вредит ли это все реклама абсолютно на здоровье всех граждан? Кстати, да, хороший вопрос. Вот у нас же постоянно чудо-таблетки рекламируют, грубо говоря. Да, вопрос, конечно, сложный. Начнем с того, что я телевизор не смотрю, поэтому я не совсем понимаю, о рекламе каких препаратов идет речь? Ну вот какая болезнь нынче в моде, от того и рекламируют. Если давление там есть такое, то от давления, от гипертонии, от простуды, от поноса, а в Новый год от похмелья и так далее и тому подобное. Знаете, я считаю, что вообще кощунственно, на мой взгляд, рекламировать какие-то медикаменты. Они должны быть рекомендованы врачом, а не телевизором. Это первое. Ну это и приводит к тому, что пациенты начинают чем заниматься? Самолечением. Ведь к врачу же так страшно идти в регистратуру, записываться. Да, да, да. Вот, поэтому они начинают заниматься самолечением. Ну и ни одной истории, которая благополучно бы закончилась, самолечения, я бы не припомнил. Все они заканчиваются все равно в кабинете врача, эти истории. Ну вот да, и я говорю тогда пациентам, что вы немного спутали вот это вот последовательность действий. Сначала она была подойти ко мне, а потом вот идти в аптеку, а вы немножечко сделали наоборот. Ну это один из примеров. Другой пример это еще, когда начинают рекламировать, например, БАДы под маской лекарственных средств. Да, 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 тоже. Вещая людям золотые горы. Но никто же из наших дорогих пациентов не увидит, что нам баночки с БАДами, написано внизу, что это не является лекарственным средством. А действующие вещества там есть и бывают иногда вполне серьезно. То есть не всегда это мел с, скажем так, с обещанием хрустальных замков. Нет. Иногда это действительно какие-то действующие вещества, это узнается, например, при каких-либо экспертизах. И тогда это приводит к тому, что человек может себе навредить бесконтрольно, принимая препарат, которому он не относится серьезно. Который не является же лекарственным средством. Ну да, там так написано. И честно, вот при мне много раз я госпитализировал пациентов с токсическим поражением печени на фоне бесконтрольного приема БАДов. Вот в том числе. И у каждого из нас дома целая аптека. Да. Ну и плюс ко всему, последний момент. Ведь я тоже начинал, когда работать врачом, я тоже назначал некоторые противовирусные препараты. Не буду здесь упоминать, какие. А потом только, когда я начал углубляться в эту тему, и как раз одна из моих коллег доучилась на клинического фармаколога, она мне рассказала, что большинство из противовирусных препаратов не обладают никакой доказательной базой, как противовирусные средства. Спасибо, что пришли к нам, Алина и Каролина, наша административная группа. Встретите нашего следующего гостя Виктора Ивановича Сокалова, он уже стоит у нас в холле. С вами, друзья, мы прощаемся на ревновости и рекламу. Через 15 минут вернемся. Вам всего самого хорошего. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Всего доброго.